МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Новый девайс, состоящий из джойстика и системы управления газом. Недавно стало известно о размере призового фонда гранд-финала Электроник Спортс Ворд Кап 2008. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы рассмотрим одну из тактик игры героем Доты Урсой. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры по Доте, где сплелись захватывающие схватки две русские команды. Пэгрип и Итс АО Тайм. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Наконец, организации ИСТАРС были опубликованы результаты голосования по вопросу, кто же должен представлять киберспортивный Восток и Запад в континентальном кубке. Голосование длилось два месяца и сопровождалось горячими спорами и подозрениями спортсменов по поводу нечестного отбора голосов. Европу на этом увлекательном турнире будет представлять Counter-Strike команды Fnatic, Meme и Emulate, а также крафтеры Grabby, Hot и Sessi. Достаточно любопытная новость пришла из стана бразильской суперкоманды Made in Brazil. Все игроки КС-состава, который посетил Москву для участия в Code 5, теперь будут играть только в Counter-Strike Source. Исключение составляет лишь Бит, который просто присоединился к номинально второй команде MIBR. Новость звучит весьма забавно на фоне недавних заявлений лидера бразильцев КОБУ относительно их общего желания стабильно и основательно вернуться на мировую КС-сцену. По последней информации стало известно, что общий призовой фонд гранд-финала Electronic Sports World Cup 2008, проходящий в Калифорнии, составит 250 тысяч долларов. Это на целых 70 тысяч больше по сравнению с прошлым годом, когда атлеты соревновались за суммарный приз в размере 180 с половиной тысяч. И все же нынешняя цифра не сможет побить рекорд двухлетней давности, когда спонсоры отвели турниру 400 тысяч долларов. Латвийская команда God Game eSports стала победителем Knockout Series в дисциплине FIFA 2008, второго крупномасштабного онлайн-соревнования в этом году, после того, как были организованы Electronic Sports League. По дороге к финалам латвийцы поочередно убрали с пути Ukraine Gaming Royalty, Lyra Gaming, Hurray XQ, Group of Players Professional и, в конце концов, в суперфинале не без труда сломили сопротивление немецкого клана «Энгайс Пума». Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы рассмотрим одну из тактик игры героем доты Урсой. При игре 5 на 5 мы делаем стандартный закуп. Это танго, брасор, нул или маска. Возможно, альтернативы, такие как стод-шилд для вангарда или просто буты для восстановления. Возможно, прокачка как на линиях, так и в лесу. Если вы выбираете второй вариант, то старайтесь подвести лесных обитателей к своей башне или крипам. Наш герой обладает отличной скоростью атаки. Ему понадобится либо кинжал телепорта, либо топор невидимости, так как желающих встретиться с ним лицом к лицу не так уж и много. Поэтому зарабатываем деньги на необходимую вещь. Вот яркий пример, почему не стоит сталкиваться с нашим героем лицом к лицу. Пять сокрушительных ударов по голове цедут с ума любого героя, не говоря уже про Шадоу Финда, у которого не очень много здоровья. Легко догоняем его, используя кинжал, плюс один фраг в нашу копилку. Если Урса получит иммунитет к магии, то он станет практически непобедимым. Для этого нам нужен союзник Омни Найт, либо собрать линку или аватар. Итак, собрав линку, купив кинжал и имея в друзьях Омни, мы смело идем в атаку. Получив репел от Омни, мы начинаем атаку. Удар за ударом приближают врага к неминуемой смерти. А клап и кинжал сводят их шансы выжить к минимальным. Не забываем убивать Роша. Иногда сыр может быть очень полезен. Зачастую он может спасти вам жизнь и помочь убить еще парочку врагов. Чтобы избежать проблем со здоровьем, можно купить терраски. Имея при себе отличную амуницию, мы смело идем в бой. При поддержке команды мы не дадим нашим соперникам выйти с базы. Порой врагов спасают диффузы. Но для этого у нас есть репел. Ну а если такового нет, то необходимо собрать аватар. Итак, мы стали машиной убийства, которая не знает слова страх. Действуя по системе скорость атаки, лап и тэпы, если он, конечно, понадобится, мы сломаем практически любого соперника. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. Разойдись! Смотрите далее. Новый беспроводной набор, состоящий из клавиатуры и лазерной мыши. И, конечно, сегодня вы станете свидетелями игры по доте, где спрятались захватывающие схватки две русские команды «Бэгрип» и «Итс Ау Тайм». Представляем обзор киберспортивных девайсов. Мини-геймпад Genius Maxfire Pandora – отличительной особенностью которого является возможность размещения кабеля USB внутри корпуса. Кабель длиной 1,2 метра легко помещается в геймпаде и позволяет без труда брать устройство в поездке. Все кнопки мини-геймпада гарантируют четкое и быстрое управление в играх. А клавиша «Турбо» используется для автоматического повтора команды и обеспечивает невероятный эффект. И контроль во время драк и стрельбы. Джойстик «Трастмастер» «Хотас Кугар» класса «Хай-Энд», состоящий из джойстика и системы управления газом, является копией с органов управления знаменитого истребителя F-16. Обе ручки сделаны из металла, что позволяет получить полное впечатление присутствия в кабине пилота. Прилагаемые утилиты позволяют программировать джойстик и загружать в него пресеты. Таким образом, управление тем или иным самолетом будет зависеть от его действительных характеристик. Беспроводной набор «Оу Клик 860М» включает в себя клавиатуру и лазерную мышь. Дизайн – сильное место набора. Комплект выполнен как будто в графическом стиле. Четко выделенные тонкие края, рисованные плавные контуры, хорошее сочетание глянцево-серебристого цвета корпуса с матово-черными краями. Они приятны на ощупь и не проскальзывают в руках, так как прорезинены. Клавиатура имеет 14 дополнительных кнопок. Logitech представляет дуэт беспроводных клавиатуры и мыши. Cordless Desktop MX5500 Revolution. Грызун работает практически на любой поверхности, имеет подставку для быстрой зарядки, а революционная технология прокрутки колесика обеспечивает быстрый просмотр больших документов. Встроенный ЖК-дисплей клавиатуры упрощает вам жизнь, отображая всю нужную информацию. Bluetooth обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров, а мягкая подставка для рук со специальным покрытием удобно поддерживает ладони. Приветствую вас, дорогие телезрители! Сегодня нам предстоит увидеть игру по доте, где сплелись захватывающие схватки две русские команды Begrip и It's Our Time. За Begrip выступают Владислав Блоу Морозюк, 15 лет Владимир ПГГ Аносов, 17 лет Дмитрий Лост Куприянов, 20 лет Вячеслав Драк-13 Трушкин, 20 лет Евгений Фокусайр Евдокимов, 22 года Блоу контролит Лину ПГГ Варлока, Фокусайр Луну Драк-13, Тормент от Сола И Лост управляет Зевсом Против них играют Александр Блэксанта Колтон, 18 лет Владимир Кизуб Кизуб, 19 лет Алексей Абаш Абашкин, 18 лет Павел Тестиомайт Медведев, 18 лет Владимир Килгор Терекин, 19 лет Санта играет за Магнотавра Кизуб за Сандкинга Абаш за Пугну Тест Юмайт за Акашу И, наконец, Килгор за Свена На левом фланге Блоу и Драк Против Тест Юмайт На центре Лайт против Санты И на правом фланге ПГГ Против Абаша и Кизуба Фокусайр предпочел качаться в лесу Немедля Итс Ауа Тайм делают Фёст Блад Варлок не в силах противостоять сразу двум соперникам Поэтому вынужден отдать им башню К 15-й минуте счет по фрагам становится 4-9 в пользу Итс Ауа Тайм Самый высокий уровень имеет Зевс Благодаря Соло на центре он смог набрать 9 уровней Враг-лидером является Пугна Его статистика – 4 убийства на 1 смерть Самым умираемым в 15-й минуте стал Уарлок Ещё раз вспомним, как ему тяжело было на правом фланге Масштабная битва на центре Задействованы все силы команд Сильнее оказывается Бэгрип Потеряв двух героев В отличие от Итс Ауа Тайм Которые потеряли всех, кроме Пугны Тихая, спокойная игра Прерывается очередной битвой на центре Которые снова побеждают Бэгрип Победив в этом микросражении Они изменили счёт в свою пользу Итак, 22-19 в пользу Бэгрип Мощную атаку на правый фланг проводят Итс Ауа Тайм Но Бэгрип демонстрирует отличный навык защиты В результате неудачной осады Итс Ауа Тайм разбредаются в разные стороны Луна сносит башню на правом фланге Отвлекая Итс Ауа Тайм Тем самым заставив их вернуться в оборону И отложить свою атаку на время Не очень удачная попытка Итс Ауа Тайм Снести правый фланг Отличная оборона приводит к потере Все героев плети Бэгрип моментально реагирует на это событие Используя телепорты Они проносят левый фланг Но вовремя появившиеся герои плети Спасают бараки Луна использует свой аватар И делает трипл кив После этого события проводят центр Но к большому сожалению для Бэгрип Не успевает сломать бараки У которых осталось 50 хп Бэгрип заканчивают начатое Центр снесен Затем уничтожены бараки на левом фланге После чего разрушен ледяной трон Финальный счет игры 46-33 в пользу Бэгрип Несмотря на то, что в начале игры Итс Ауа Тайм Выглядели немного уверенней Бэгрип нашли в себе силы И сломали все планы своих соперников Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно Самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok